МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые друзья, во времена глобальных экономических санкций вещь незаменима, хорошая, хорошо оплачиваемая, стабильная работа с гарантированным социальным пакетом. На мой взгляд, я думаю, что вы не будете это отрицать, служба в полиции – это именно такая работа, которая дает такие возможности и такие гарантии. Давайте сегодня объясним жителям нашего региона, что необходимо знать, желая поступить на службу в полиции, какое нужно иметь образование, и что стоит преградой для этой службы, ну, какому человеку никогда нельзя служить в полиции, как бы он этого не хотел. Давайте об этом поговорим сегодня. Начнем с того, кого в первую очередь заинтересует эта информация. Дмитрий Юрьевич, женщин и мужчин или преимущественно мужчин? Или кто сейчас требуется вообще на службу? Я думаю, эта информация заинтересует как и мужчин, так и женщин. Но у нас по различным должностям требуются как и мужчины, так и женщины. То есть, выполнение обязанностей не разграничено по, так сказать, гендерному признаку. То есть, такой вот гендерный признак, он исключен, да? Так, да. То есть, работа женщины найдется в различных подразделениях. Это не только там написание, да, не только бы дело производителя. Они, некоторые должности, конечно, больше подходят для мужчин, но и молодые люди, которые поступают на службу в полицию, конечно, они более тяготеют к службе на должностях оперуполномоченных. Но это всегда уголовный розыск, это романтика, как кажется. Да, участковых, уполномоченных, в патрульную, постовую службу, охрана конвойную. А женщин больше привлекает работа в следственных подразделениях, в подразделениях по делам несовершеннолетних. Ну, я знаю, что паспортно-визовая служба управления, да, по вопросам миграции тоже там очень много женщин. В подразделениях по вопросу миграции тоже, да, больше работает женщин, чем мужчин. Никита Алексеевич, вот Вы представляете собой такое сложное направление работы в следствии. На мой взгляд, тоже в следствии, все-таки, наверное, бы женщин больше. Мужчины там редко встречаются. Ну, что касаемо нашего субъекта, да, действительно, большая часть личного состава это женщины составляет у нас, как в следственном управлении, так и в военных подразделениях. Да, но это тенденция не по всей России. А вот Вы сказали, да, я обратила внимание, что касается нашего региона. То есть в других регионах встречается где больше мужчин? Да, конечно, да. Так как у нас работа касается командировок, да, часто ездим в служебные командировки для выполнения тех или иных следственных действий, да, и видим, что какой личный состав находится в других субъектах, во многих субъектах большая часть следственных подразделений составляет мужчин. Ничего себе, хотя ведь если говорить о следственной работе, то, на мой взгляд, это прежде всего усидчивость и терпение. В том числе. В том числе, конечно. Дмитрий Юрьевич, если мы коснулись уже строевых подразделений, Вы начинали работу в патрульно-постовой службе, где мы и познакомились сто лет назад уже, кажется, да? Да, да, да. Именно так. Что необходимо знать тем, кто вот хочет начинать, или каждый человек начинает с земли? Ну... Земля, объясним нашим радиослушателям, это как раз вот эти вот начала, это районные подразделения, ППС ведь тоже можно назвать землей, где человек первый выезжает, наверное, на место происшествия, где что-то случается. Это те же семейные скандалы, да? Это порядок общественный. Это общественный порядок, совершенно верно. Сотрудники патрульно-постовой службы первыми приезжают на место происшествия, принимают меры к задержанию преступников, к их установлению, к их поиску, если совершено преступление. Оказывают помощь гражданам в рамках своих полномочий. Служба патрульно-постовой очень интересная. В далёком 1993 году я пришёл милиционером. И сколько лет отрубили там? 26 лет я... 26 этой службе? Проработал, да. Ничего себе, уже, наверное, досконально всё изучили. Чем хороша вот эта служба? Ну, это, прежде всего, строевое ведь, да? Строевое подразделение. Это строевое подразделение, да. Служба интересная. Ну, в связи с тем, что, конечно, сотрудники именно первыми, они сталкиваются с тем порождением такому негативному наше общество, да. Приезжают, как я уже сказал, на места происшествия и уже принимают непосредственно меры к раскрытию преступлений. Или, если надо, вызывают подмогу соответствующие подразделения, да? Ну, если необходима помощь, да, соответственно, докладывают дежурному, да. И дежурный уже принимает решение, уже направит туда следственную оперативную группу, да. Никита Алексеевич, а Ваша служба с чего начиналась? В милиции тогда еще, да? Вот, кстати, Дмитрий Юрьевич тоже в милиции это было. Да, еще в милиции. В 2003 году я поступил в Тресковое филиалу Московского университета. После окончания был направлен в Заволжский отдел полиции. Ну, по-другому он назывался, да, в следственное подразделение. То есть следователь. Да, то есть я начинал на территории, да, в Заволжском отделе, в должности следователя, и после этого уже был переведен в управление. А, то есть вот тоже надо пройти. Ну, наверное, работа каждого сотрудника полиции, если вот мы сегодня говорим об этом, начинается вот именно с таких небольших должностей, где-то вот, либо это ППС, либо это районные отделы полиции, да? Конечно, конечно. А, кстати, в каких сейчас подразделениях, Дмитрий Юрьевич, ощущается такая самая острая нехватка, вот почему бы это ни было? То же самое ППС, да? Ну, об острой нехватке не приходится говорить, но мы будем рады видеть на всех должностях сотрудников, в том числе и в ППС. Ну, и вот в настоящее время у нас мы же, конечно, хотели бы видеть следователей. А, следователь, да? Да. Нехватка есть, да, Ник? Есть, а, по-другому не комплект. Небольшой не комплект, да. Я вот хотел бы ещё вот вернуться к тому, почему всё-таки у нас женщин больше в следствии. У нас две образовательные организации, готовящие юристов. А требования квалификационные к замещению к должностям следователей, да, для должности следователей, это наличие высшего юридического образования. Где бы оно ни было получено. Либо оно очно, не заочно, но наличие высшего юридического образования. А вот в наших образовательных организациях я выступаю регулярно, да, привлекая граждан на службу, информируя их о возможности поступления на службу. В основном, почему-то, вот в Тверском регионе, да, две образовательные организации, и везде там 80% обучаются девушки. На юриста. На юриста, да. Почему-то вот они склоняются больше к юридической специальности, чем мужчины. Ну, может быть, так вообще, как Иваново, город невест, так и у нас считается, все-таки, Калининская область тоже ткацкий комбинант был, да, может быть, по-прежнему женщин просто больше. О том, чем привлекает людей профессия полицейского, поговорим сразу после рекламы, не переключайтесь. Тема дня в эфире, сегодня говорим о профессии полицейского, что нужно для того, чтобы получить эту профессию, какими, может быть, человеческими качествами и профессиональными нужно обладать. Внимательно слушайте все, кто подумывал об этой работе для себя. Вот мы до перерыва говорили с Дмитрием Юрьевичем как раз о том, что на юрфаке больше учатся девчонок, да, и поэтому профессия следователя у нас подразумевает выше юридической, поэтому автоматически в следствии идут больше женщин. Хотя тот же Никита Алексеевич сказал, что в других регионах совсем наоборот бывает. Встречается, что эта профессия следователя, она больше для мужчин. Вот как-то так повелось, да, наверное. Да. Если девушка все-таки хочет поступить на службу в полицию, но она не имеет юридического образования, но потом у нее есть шанс стать следователем, это я к фильму, допустим, про ту же Марью Сергеевну, пусть это следственный комитет, но тем не менее профессия следователя воспевалась во многих фильмах, и нравится девчонке эта работа. Как тогда быть? Ну, тогда такой девушке необходимо найти себе должность для начала в соответствии с уровнем того образования, которое у нее имеется. То есть это может быть один из классов? Может быть один из классов для замещения должностей младшего начальщего состава, этого достаточно. И в дальнейшем она может поступить в образовательную организацию системы МВД, образовательная организация подготавливает специалист совершенно бесплатно, получает образование. Работая при этом, да, заочная форма обучения? Работает, да, форма обучения заочная, получает высшее юридическое образование и переходит на службу, на ту должность, в которой она себя видит в дальнейшем. То есть эта служба этим обеспечивает. У нас, кстати, есть выбор среди вузов, какая-то, может быть, характерная особенность того или иного вуза? Ну, в соответствии с географическим расположением нашего региона, нам для поступления в образовательные организации МВД предоставляют места в образовательных организациях. Это Санкт-Петербургский университет, Московский университет, да. Ну и еще есть возможность обучаться в Воронежском институте МВД, но там немножечко другой профиль образования. Там готовят специалистов по раскрытию преступлений в сфере IT-технологий, инженеров. А, ну, то сейчас на лобо дня называется. Да, все правильно. И вот в этих направлениях готовят специалистов. Но, тем не менее, если это востребовано, то наверняка есть желающие поступать туда. Есть желающие. У нас мы ежегодно выполняем план комплектования. У нас даже два кандидата на одно место. Но это я имею в виду тех молодых людей, девушек, которые приняли, изъявили желание поступить в образовательные организации после окончания 11 классов. А, после школы. Вчерашние школьники, да? Да, все правильно. А есть ли возможность обучаться в этих же институтах, получать ту же самую профессию, если ты уже устроился в полицию? Конечно. И тоже айтишником хочешь стать? Да, все правильно. И также по количеству приемных мест, которые нам выделяют эти образовательные организации, желающие сотрудники на научной основе поступают в эти образовательные организации и обучаются. Но ведь, скажем, нынешним уже вчерашним школьникам, кто слушает нашу программу, что сейчас метнуться в сторону вуза полицейского, это уже поздновато. Потому что тоже нужно определенный отбор пройти. Да, к сожалению, естественно, порядок немножечко для поступления другой, чем в обычную образовательную организацию гражданскую. Все кандидаты проходят медицинское освидетельствование, а это требует определенного времени. Поэтому в этом году, наверное, уже не успеть, если только, может быть, завтра уже прийти. Бежать, да? Да, бежать в припрыжку. Мы идем иногда навстречу. Если собранные такие и родители, и сами кандидаты, они, может быть, быстро, мы все по ним успеем провести все мероприятия по их оформлению. А так надо, значит, несколько месяцев себе заложить, да? То есть, если человек наметил себе эту службу, то уже, может быть, март-апрель, а то и февраль. У нас мы приветствуем, чем раньше документы подаются, тем лучше. Оформление начинаем мы кандидатов в январе каждого года. С февраля месяца каждый кандидат уже начинает проходить медицинское освидетельствование. Где узнать порядок, куда нести документы, куда бежать? Здесь все очень просто. Нужно обратиться, необходимо обратиться в тот территориальный орган, где кандидат проживает. Это типа тот же самый, да? Если проживаешь в Заволжском районе, в Заволжской и в полиции. Нет, с городом немножко посложнее. Здесь у нас УМВД России по городу Твери подразделение. А, непосредственно в УМВД. Непосредственно в подразделение УМВД по городу Твери. Нужно обратиться в кадр. А по городу Твери, это где паралитарский отдел полиции раньше, может быть, кто знает? Улица Спартака, дом 34А. Обратиться в кадр в подразделение, и там получится всю соответствующую калифицированную помощь. И там всё расскажут, и покажут, и скажут, куда справки нести, где проходить то же медицинское обследование, да? Определиться с той специальностью, по которой кандидат хочет обучаться, можно на сайтах этих образовательных организаций. Они, да, просто через сеть интернет, зайти на сайт и ознакомиться и с порядком поступления на соответствующую специальность, и с процедурой оформления. Угу. Никита Алексеевич, а у Вас своя бытность, ещё когда бытность милиции, что подтолкнуло именно к этой профессии? Вы вот как определились, или бежали сломя голову тоже, может быть, где-то услышали, что ещё осталось три дня? Ну, на тот период, наверное, именно с профессией, да, я не знал, да, просто была интересна работа милиционера на тот период времени, да. Также через заложский отдел полиции, тогда кадровые подразделения находились в территориальных органах, обратился, мне дали направление, пошёл к комиссию, сдал вступительный экзамен и поступил уже на обучение, на службу. Просто через интерес к профессии? Да, через интерес к профессии. Выброс какой-то специальности, это уже выходило в ходе обучения, в ходе прохождения практик. К чему больше сердце лежит, да? Почему? Ну, что интересно, что больше заинтересовало. Ага. А у вас есть ещё в семье кадровые сотрудники милиции? Нет? То есть вы первый? Я первый. Вы первый, да? Что вообще подтолкнуло интерес? Это вот мы как раз до эфира с Дмитрием Юрьевичем говорили, какие раньше фильмы были замечательные, какие книги были. И что посмотришь фильм, и хочется просто-напросто всё бросить и пойти служить в милицию. У вас что-то такое вот через художественное искусство, через кинематограф интерес возник? Я думаю, что это всё вместе, в том числе через художественные какие-то произведения. Та сайда, наверное, в которой я общался, да, скажем. Так вот, то восприятие, которое у меня сложилось на тот период, да, чем пойменно я хочу заниматься. Да, скажем, без выбора профессии, но где я себя смогу найти и что мне будет интересно. Долгие годы тогда ещё в Советском Союзе, да, укреплялось как-то уважение к этой службе, да? Что если ты сотрудник полиции, это действительно ты достоин уважения. И вот образ, что не сказать, что потом было в 90-х годах, да? Потом, наоборот, полилась какая-то одна грязь, одна чернуха и непонятно что. Кстати, Дмитрий Юрьевич, я знаю, что вы своим подчинённым уже потом на службе в ППС рекомендовали конкретный фильм, который заинтересовал вас. Вот вы как начинали. Да, совершенно правильно. Что вас привело к этой специальности профессии? Даже, может быть, и послужило толчком к выбору моей профессии. Именно просмотр вот этого фильма, доброго, старого советского фильма «Внимание всем постам». Главной роли там Андрей Ростоцкий играет, старшее поколение его хорошо помнит. И я всегда, даже своим подчинённым, всегда советовал посмотреть этот фильм. Да, он советский. Ну что ж, мы сколько лет жили в Советском Союзе? Но те постулаты, те вот обязанности, которые выполняют там милиционеры, они все актуальны и по сей день. То есть отношение к гражданам, чувство долга, именно добросовестное выполнение обязанностей, и все они до сих пор актуальны. И вот и в будущем, я думаю, что любой сотрудник, да, в первую очередь, конечно, который изъявил желание поступить на службу, в патрульно-постовую именно службу, рекомендую посмотреть этот фильм. Уважаемые друзья, запомните, внимание всем постам. Кстати, сотрудник полиции, некоторые говорят, вот он только вот как образ, да, либо ты куда-то бежишь, либо ты кого-то задерживаешь. Это же прежде всего общение с людьми. Да ведь следствие это тоже, следствие это касается, это не только бумаги, да? Конечно. Можно подумать, что у вас исключительно кабинетная работа, и людей вы не видите. Конечно, это не так. Да, в ходе расследования уголовных дел, да, мы проводим следственные действия, в первую очередь, допросы граждан, лиц, ну, в разных потенциальных статусах. И как прямое общение, да, оно обязательно присутствует, в том числе получение каких-то документов, да, это взаимодействие с другими органами, там, коммерческими, некоммерческими банками, налоговой инспекциями. То есть, общение, конечно, происходит постоянно. И надо как-то еще человека расположить. Это же не просто так вот вопрос задаешь и ждешь, что он тебе будет отвечать. Да, то есть, в воле машиниста у нас следователя не работает. Естественно, каждому человеку нужно подобрать определенные слова, дать понять, что, дать понять, какой результат ты хочешь от этого. И главное, чтобы человек еще не боялся. Да, естественно, расположить человека не так, чтобы... Один из постулатов Глеба Жеглова. Расположи к себе. Да, расположи к себе, потому что как человек... Это результат вашей работы фактически будет от этого зависеть, да? Да, конечно. Кстати, Дмитрий Юрьевич, а кому вот даже не стоит, может быть, кто-то мечтает об этом, но стоит препятствие. Какие это препятствия? А кого, кто уже точно будет отсеян при наборе в органы полиции? Ну, путь в органы внутренних дел, да, он закрыт для граждан, которые были привлечены к уголовной ответственности. Потому что закон ограничивает нам, не позволяет принимать таких граждан на службу органных дел. Также поступающий на службу гражданин должен иметь гражданство Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации, несудимый. Несудимый. И не иметь вида нажительства иного государства, иметь соответствующий уровень образования. У нас минимальное уровень образования, это достаточно 11 классов для поступления на службу гражданин дел. То есть, если ты закончил 9 класс, да, ты уже не можешь ни в какое подразделение. Среднее образование? Среднее образование. Ну и возраст, конечно, тоже есть ограничения по возрасту. Могут поступить граждане в возрасте от 18 до 40 лет. А, до 40 сейчас, да? До 40. Ну, для тех должностей, если простым языком, рядовых, планка 35 лет, а для должностей офицерских 40 лет. Если в семье есть судимые родственники, это учитывается? В каждом случае это индивидуальное принятие решения начальникам того подразделения, куда идёт. Вот почему, вот когда мы говорим тем же самым ребятам, когда мы говорим о том, что ты можешь получить, ещё будучи школьником, судимость за распространение тех же наркотиков, что это может в дальнейшем повлиять на твою жизнь. У тебя уже будет судимость, да? И если ты не захочешь, то потом ты будешь, ты можешь стать препятствием для своих каких-то близких людей, которые не сможет уже устроиться на ту же должность в полицию, да? Это может стать препятствием, но в каждом индивидуальном случае вопрос рассматривается отдельно. А что делать с армией? Вот потому что я знаю, что обязательно служба в армии. Законодательством у нас не установлено ограничение по прохождению службы по призыву. Но существует такое понятие, это отсрочка от прохождения службы по призыву. Она установлена федеральным законом о воинской службе и воинской обязанности. Там существует несколько видов отсрочки. Так вот, для сотрудников органов внутренних дел у нас только действует одна такая отсрочка. Это в отношении тех сотрудников, которые окончили образовательные организации системы МВД по очной форме. По очной форме. По очной форме. Это те самые вузы, о которых мы говорили в начале. Вот они в связи с отсрочкой освобожаются от призыва на военную службу. Те граждане, которые не проходили военную службу и не имеют отсрочки законной, они, конечно, могут поступить на службу в приндел. Но эта служба тогда, в этом случае, их не... Скажем так, полиция не освобождает от армии? Не освободит от службы в армии. То есть ты уже можешь служить, допустим, в какой-то должности, но приходит час, приходит минута, и ты... Приходит повестка, и ты военную должен будешь отдать... Труба протрубила. Да, долг. Протрубила. Ага, понятно. Что касается, Никита Алексеевич, вашей непосредственной работы, это все-таки следствие в сфере ОПГ. Я раньше думала, что какое-то время у нас было, что ОПГ у нас был ОБОП, который отдельным подразделением был, и одно время сказали, что чуть ли у нас с организованной преступностью покончено. Теперь у нас это подразделение, кто задерживает, это в составе управления уголовного розыска. Да, оно сейчас находится в составе уголовного розыска. И работы хватает, то есть это считается, как вот у вас по расследованию организованной преступной деятельности, это как вот у следователей Следственного комитета важники, да, по особо важным. Это уже считается одной из высших ступеней, да? Ну, в рамках Тресковой области, да, это мы находимся в составе следственного управления, да. Поэтому сравним с отделом по расследованию особо важных дел. Ага, и то есть тут уже нужно иметь определенный опыт работы, и берут тех, кто хорошо знает следственную вот всю вот эту писанину. Ну, писанину тяжело назвать, да. Да, в следственную часть берут следователи, которые уже в какой-то период времени на территории отработали, зарекомендовали себя с положительной стороны, имеют опыт расследования дел, понимают, что это за работа, что нужно делать, да. Просто, которые получили первый раз уголовное дело в руки, да, и не знают, в каком направлении двигаться. А то, а то, а то, а то, пойду-ка я расследую по делам, да, опыты. Да, то есть имеет уже определенный опыт и определенную самостоятельность в рамках расследования уголовных дел. Если можно, вот, приоткрыть какую-то завесу над конкретными какими-то делами, которые приходилось расследовать в последнее время. Потому что ОПГ всегда считается, у какие-то там дядьки такие, вот, да, вот они, очень все плохо должно быть, и их очень сложно раскрыть. Да, действительно, в том числе мы расследуем преступления, совершенные в составе преступных групп, да, так, например, в прошлом году было у нас окончено 17 уголовных дел более чем на 250 эпизодов преступной деятельности. 17 уголовных дел по организованной преступной деятельности. По совершению преступлений, совершенные в составе преступной группы. Было привлечено 68 лиц. Ничего себе. В этом году направлено в суд 14 уголовных дел по 29 эпизодов преступной деятельности, направлено 25 лиц. Значит, почему, наверное, для общества это не так слышно? Потому что категория преступлений, которые ранее совершались в составе преступной группы, сейчас она немножко изменилась. Да, они имеют определенную социальную значимость. Более половины уголовных дел это по преступлениям, связанным с производством и незаконным сбытом наркотических средств. Это вот эти самые наркотики, которые вы себе поняли? Да, наркотики, это большая часть, да. Но помимо этого у нас ряд преступлений, это как экономические направленности. В прошлом году уголовное дело было направлено в суд по совершению лицами незаконной банковской деятельности на территории Тверской области. Очень большое дело было направлено в отношении 22 лиц и более чем 200 эпизодов, совершенных на территории Тверской. Газоанализатор. Газоанализатор. Мошенничество. Да, мошенничество. То есть эти преступления не связаны с каким-то открытым хищением имущества у лиц, да. То есть как раньше это мы себе представляли, то есть когда какие-то бандиты нападают с применением огнестрельного оружия или что-то. Но такое одно преступление в прошлом году тоже было направлено. В составе банды участвовало 5 лиц и на территории нескольких субъектов Российской Федерации совершали грабежи, разбойные нападения. В этом году из интересного у нас было направлено два преступления по войскам в нефтепровод в составе организованной преступной группы и одно преступление в отношении 12 лиц по фактам хищения на территории имущества с территории Тверского вагоностроительного зала. Мы говорили об этом деле как раз. Что характерно, вот мы говорили, что это не нападает в основном, да, как раньше на воровском языке гоп-стопом не занимается. Никита Алексеевич, ведь ОПГ это что? Это будь то наркотическая сфера, экономическая сфера, это тоже подразумевает определенную иерархию, да, ведь это же надо доказать, ведь это же так сплетено, как в какой-то клубок бывает, да, и распутать это крайне сложно. Кто кому подчиняется, кто руководит всем этим делом, да, как распределяются эти обязанности? Конечно, да, преступления, совершенные в составе преступных групп, в доказывании они намного тяжелее, чем, скажем, обычные общеуголовные преступления. Для этого у нас есть в первую очередь, да, специальные подразделения, это как и УБОП, так и управление по экономической безопасности, да, и так и управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. То есть тут в дело вступают оперативники, скажем так, да? Ну, в первую очередь такие преступления выявляют, конечно, оперативники, в большинстве случаев тех дел, которые мы расследуем, да, то есть проводятся определенные технические мероприятия, проводится сбор доказательств, тактики, методики, они разработаны на расследовании каждой категории уголовных дел. Поэтому следователи, в принципе, обученные этому, умеют это применять и применяют. Кстати, как здесь, насколько важна вам помощь людей, вот, чтобы получить первоначальную информацию или потом при расследовании? Откликаются ли люди, не боятся ли они? Потому что, я помню, были времена, когда понятого-то найти сложно было. Да. Тоже зависит от категории преступлений, да. Вот, как мы сказали про газоанализаторы, да, нам пришлось устанавливать многих лиц. В СМИ давали информацию, да, о лицах, которые потерпели, да, для того, чтобы они имели возможность пойти, написать заявление, восстановить свои нарушенные права. По таким категориям, да, конечно, активизируем взаимодействие с обществом, для того, чтобы, в первую очередь, права лиц, которые были нарушены, ну, возместить, возместить материально еще подчиненным преступлением. Ну, да, да, да. И опять же, опять расположить к себе людей и сказать, что, ребята, не бойтесь, да, не бойтесь, мы же делаем это для вас. Конечно, конечно. Чтобы расследовать. Я просто помню, когда судебный процесс начался, приходила в суд, вот эти 22 человека сидят, а сколько они стариков обманули. И под видом, что это необходимо, я знаю, что у меня много знакомых, которые повелись и платили немалые деньги за прибор, который им вовсе-то не нужен. Ну, который никто не использует, да. Ну, который никто не использует, да. Интересная работа. Кстати, что вы можете сказать, Никита Алексеевич, вот тем, кто вот сейчас послушал, это безумно интересно, но, может быть, у кого-то будет в будущем такая же возможность расследовать такие же интересные дела. В чем прелесть следственной работы? Вы приходите на работу, вы не ощущаете на себе вот такие вот, как бы идете, вот, не хочу, кандалы необходимости? Поступив на службу, да, ты определяешься, в каком направлении ты хочешь работать, да, в первую очередь жить. Ну, служба служит, но мы все живем, и ты понимаешь, удовлетворяет тебя эта работа, приносит ли она тебе удовольствие, да. Тот результат, который ты получаешь от нее, приносит ли он тебе удовольствие. Что ты делаешь, в первую очередь, полезного для общества, государства, так и для своей семьи, да. Если людей эта работа удовлетворяет, приносит какие-то позитивные эмоции, да, понимая, что ты приносишь пользу, естественно, ты на работу будешь сходить с удовольствием и делать ее с удовольствием, несмотря на то, какие задачи ставятся, какая категория уголовных дел у тебя находится в производстве и что ты расследуешь. А победа следователя – это приговор суда? Ну, в первую очередь, конечно, это наказание тех лиц, которые это заслуживают. Вспоминая сразу Глеба Жеглова, да, вор должен сидеть в тюрьме, да. Кстати, Дмитрий Юрьевич, а когда вы приходите в школу для, скажем так, назовем это, профориентационной работы, вы тоже, как бы, вот рассказать, какие примеры приводите, чем увлечь ребят? Да, конечно, мы в школах, когда проводим профориентационную работу, в основном она направлена на привлечение школьников для поступления в образовательные организации, системы МВД, постоянно, да, привлекаем с собой для проведения профориентационной работы представители различных служб. В основном это вот как раз следователи, участковые полномочные, оперополномочные, которые рассказывают о том, как проходит служба в органах технических дел, примеры какие-то приводят, да, добросовестно выполнение сотрудников служебных обязанностей. И иногда приглашаем, даже очень часто приглашаем выпускников тех же образовательных организаций, которые только в этом году... Молодые ещё, да? Да, молодые, и они также рассказывают, что вот пять лет назад поступили в образовательную организацию, отучились, и теперь уже проходят службу на тех должностях, по которым они получили специальность. Потому что раньше, я помню, вот даже у меня родственники были, которые, ну, это не для кого-нибудь секрет, во времена Советского Союза были даже служить, ходили служить, попадали в милицию тогда, по комсомольской путёвке тогда такое было, да? Теперь уже, к сожалению, комсомола нету, и по такому пути ты туда не пройдёшь. Но тем не менее, я знаю, что и правительство Тверского региона поддерживает тех же будущих следователей, да? Да, правительство Тверской области очень большую поддержку оказывает сотрудникам органов внутренних дел Тверской области. В частности, у нас в 2020 году губернатор Тверской области Игорь Михайлович Мородений принято решение об установлении ежемесячной социальной выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных в размере 10 тысяч рублей. Это плюс к зарплате? Плюс к зарплате, совершенно верно. Это по нашему региону, да? Ну, каждый регион, наверное, по-своему решает, как поддерживать. Я думаю, что не во всех регионах очень много нам звонят, просят поделиться опытом. Да, берут нашу область как пример. И вот с этого года у нас, с 2020 года, 5 территориальным органам из 17 была установлена надбавка вот этим сотрудникам указанных подразделений. А с этого года уже всем 17 территориальным органам, сотрудникам проходящим службы, патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных в должностях, осуществляется доплата. В этом году губернатор Тверской области принял решение о поддержке молодых специалистов, которые избрали свой путь, это прохождение службы органных дел. Это тех, касается молодых специалистов, которые пожелают поступить на службу на должности следователей. Следователей. Именно следователей, имеющие, окончившие образовательные организации, не системы МВД. Ну, тот же самый ЮРФАК, да, допустим, у нас? Да, и желающие поступить на должность следователей. Таким кандидатам при заключении контракта на службу внутренних дел выплачивается 1 миллион рублей. Ничего себе! Вот свою бытность, да, Никита Алексеевич? Если бы вам, да, кто миллион рублей выплатил, да? Ну, хотя бы вы вышли за идеи, но это бы не помешало. Безусловно, да. Это большое подспорье, тем более для молодых специалистов. Тем более, что если человек поедет в какой-то район, вот мы сейчас говорим, мы находимся в Твери, в областной столице, да, но такая работа, работа следователей необходима и в каждом районе Тверской области, в глубинке, что называется, да? Там же нужно тоже иметь какое-то жилье, начинать с чего-то строить семью. Безусловно. Безусловно. Это тоже важно. Что касаемо работы, работой, но хватает ли время для занятий любимым делом? Я знаю, что сотрудник полиции должен быть всегда в форме. Если у меня есть любимый вид спорта, могу ли я, будет ли у меня время им заняться? Да, безусловно. У нас много сотрудников отдают себя еще не только службе, но и любимым занятиям, в том числе и спортивным. Очень много у нас сотрудников, имеющих звание мастеров спорта. Ну и стремиться к этому многие сотрудники, потому что за званием мастер спорта предусмотрена еще и соответствующая надбавка. А, еще надбавка тоже есть. Поэтому тот, кто желает, у того возможности, естественно, есть. Мы не работаем от заката до рассвета так, чтобы не было у нас возможности еще и любимым делом заняться. Никита Алексеевич, если говорить о службе в полиции, что бы Вы порекомендовали нынешним выпускникам или тем, кто думает поступать на службу? Вот для Вас лично какие, возможно, пять основных причин, что это здорово, что это хорошо и что это фактически не только интересно для жизни, не только душе что-то дает, но и материально это обустроено? Да, это стабильная работа со стабильной западной платой, с социальными гарантиями, с защищенностью вне зависимости от складывающейся экономической и политической обстановки. Государство обеспечивает сотрудник органов внутренних дел. Это ежегодный оплачиваемый отпуск. Ну, много плюсов в рамках стабильности и понимания, что будет у Вас завтрашнего дня. Вы ни разу не пожалели, да, что когда-то пришли тогда давно-давно работать в милицию? Ну, может быть, пожалел, но бывают разные состояния, да, но действительно это достойная работа, которую она того заслуживает. Дмитрий Юрьевич, Ваши пожелания, Ваши пять основных за, или может быть шесть, или может быть семь, что нужно выбирать службу в полиции? Ну, во-первых, хочу сказать, что эта служба в полиции очень интересная. Это не унылые серые будни, это череда смены калейдоскопической событий. То есть день на день не похож? Нет, конечно, да. Ну, наверное, как и следствие, да, это дело на дело не похоже. Поэтому это позволяет, да, вот как-то с интересом относиться к профессии. Ну, второй немаловажный фактор, это, учитывая, да, что у нас и недавно был повышен пенсионный возраст, сотрудники органов дел, они имеют право по выслуге 20 лет уйти уже на пенсию. Ну, это немаловажно, конечно. Конечно, немаловажно в наше время. Ну, что еще немаловажно должно привлечь граждан, это возможность получения бесплатного высшего образования. Еще, конечно, что может привлечь на службу, это, вот как уже коллега мой сказал, наличие вот этих вот социальных льгот, гарантий, компенсаций. Ну, на мой взгляд, немаловажно то, что у нас сотрудник, если он находится на, отстранен, отсполняет служебных обязанностей с временной интервью способностью, да, находится на больничном, либо он на сессии получает образование, ему денежное довольствие воплачивается в полном объеме. То есть он здесь не в финансовом плане никак не ущемлен. Да, и про интерес мы сказали, но в сущности мы заканчиваем программу тем, с чего начали, да, хорошо оплачиваемая, стабильная, с гарантированным социальным пакетом работы, да. А то, что тяжело, конечно, тяжело, уважаемые друзья, где сейчас легко? Да, я вам хочу сказать, что нигде непросто. Это, ну, взять любую рабочую профессию, везде тяжело. Если ты работаешь, выполняешь добросовестные обязанности, ты же, естественно, отдаёшься своей профессии, и всё равно какая-то нагрузка на тебе лежит. Ну, говоря о том, что уголовное дело одно не похоже на другое, это никак надо, допустим, стоять у станка на том же заводе, да. Когда ты стоишь и вытачиваешь в течение восьми часов одну и ту же деталь, вот это монотонная работа, да. Ну, конечно, это и есть работа, каждая копейка зарабатывается тяжело, да, и здесь следователь. Да, например, при расследовании разной категории дел ты получаешь разные навыки, разный опыт. А сколько людей, да? Самообразование в первую очередь, да, то есть это интересно. Время на чтение остаётся, на чтение, на просмотр фильмов, на прогулке с семьёй. Не без этого, конечно, остаётся, да. И я знаю, что очень многие сотрудники полиции есть увлечение не просто спортом, любят путешествовать, любят рыбачить, очень разное увлечение у людей, да. И что сотрудника полиции, наверное, не стоит бояться, да, если тебя вызывают, да. Вы, ваша основная задача помочь людям? Конечно, в первую очередь. Это в первую очередь наша задача. Спасибо вам огромное, уважаемые друзья. Напоминаю, что сегодня мы говорили о службе в нашей полиции, в нашей Тверской полиции, в нашем регионе. Какие есть социальные гарантии. Всё подробно объяснили, как поступить на службу, куда, где учиться. И ещё не сказали, что обязательно, если вы пришли на должность, то четырёхмесячные курсы подготовки, это тоже при стабильном заработке. Да. Будут. Вас всему научат. Всё правильно. И научат классные специалисты. Спасибо огромное. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»